Пятого апреля 2024 года Китайский факультет в 2019 году был переименован в международный. На факультете обучаются юноши и девушки из Манчжурии, провинции Шанду, Хэнань, Чанчун. Это не первая экскурсия, которую проводят китайские студенты на русском языке. В этом году посещение Иркутского художественного музея состоялось в рамках ежегодной межвузовской олимпиады по русскому языку. Студенты рассказывали о русском искусстве 18-19 веков. Как отметила заведующая отделом зарубежного русского и современного искусства Анна Потапова, ребята показали хорошее знание русского языка. Сейчас я экскурсовод. Сейчас я вам покажу русское искусство 18 века. Сначала в конце 17 века под руководством императора Пьедра I в это время появилось новое вид искусства, которое называется порадный портрет. Сегодня я хочу рассказать, что русское искусство первой половины 19 века было одним из самых гармоничных периодов в истории. В России в конце 50-х и начале 60-х годов произошел демократический подъем. И в результате чего было отменено крестбастное право в 1861 году при Александре II. Появлялся освободительное движение, культурники того времени представляли различные направления в искусстве через реалистическое и красивое. Коллекция Сукачева является одним из лучших произведений в этом зале. В зале трудовского помещения и политики отражены события перед крестьянской реформой. Зале русского искусства второго половины 19 века. Это период яркого расцвета демографической культуры. В 1877 году было основано творчество перед женами искусства. Есть такие артисты, как Шишкин, Савельсов, Мясадов и так далее. В 1889 годы были эпохой расцвета русского искусства, когда произведения на его национальные темы становились все более распространенными. Художники обращали внимание на реалистичность исторических сюжетов, чтобы глубоко передать настроение персонажей. 1880-1890 годы в 1889 годах были русский искусство. Продолжение следует... Вы находитесь в зале искусства конца 19-го, начала 20-го века. И в это время русские художники делают многочисленные поиски в искусстве. Они стараются изобрести что-то новое, писать по-новому. Находятся под впечатлением, увлекаются импрессионизмом. Это направление, которое родилось во Франции. Я представляю вас с русскими искусствами второй половины 20-ти века. В этом периоде искусства связаны с событиями истории. Художники стремились выражать одни стремления к новой жизни. КОНЕЦ КОНЕЦ